Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна, а если вы впервые, то подписывайтесь! Сегодня предлагаю переделать эти ноготки, изменить форму на квадрат, сделать необычный дизайн слайдами. А если у тебя до сих пор проблема, как закрепить слайды, то оставайся со мной до конца, будет много чего интересного. И как всегда приступаем к снятию старого покрытия. Относилось у нас все хорошо, от слоек нет, поэтому фрезой не давим и снимаем до тонкой подложки. Длину можно убрать сразу фрезой. Да, и кстати прошу прощения за свой голос, я немного приболела. И как ранее я говорила, форму мы сменили на мягкий квадрат. По дизайну у девушки должны оставаться короткие очень ногти, но уговорила оставить хоть немножко свободного края. И так, а мы приступаем к маникюру. Приподнимаем под кутикульный карман апельсиновой палочкой. И вход у нас идет кмисовская фреза с синей насечкой. Обрабатываю на форварде, справа налево. Стараемся по возможности натягивать кожу, чтобы видеть, что обрабатываем. Все то же самое мы повторяем, но только уже на реверсе. Если тебе интересно увидеть мои работы, задай отличный вопрос, то подписывайся на мой инстаграм, ссылочку я оставлю в описании. А тем временем ручки привели в порядок, убрали пыль, обезжирили, наносим тегидратор, праймер и можно уже укреплять наши ноготочки базой. Люблю смотреть на конечный результат после укрепления базы, а вы поделитесь в комментариях. Дизайн мы будем выполнять сегодня гелаками Gigi Kuko, номер 819. Это плотный, черный и не капризничает. Очень хорошо просушивается в лампе 30 секунд. Кстати, у меня есть на канале на них обзор, ссылочку обязательно оставлю в описании. Итак, забегу немножко вперед. Дизайн мы будем делать в японском стиле. И на сегодняшний день очень много способов перенести рисунок на ноготок. И есть проблема в том, что многие мастера и не рисуют. И один способ, который очень быстрый, легкий и получается очень красивый, это слайд дизайн. У меня раньше, кстати, ничего не держалось, слезала все пленка, я психовала. И как многие мастера, сталкиваясь с этой проблемой, что я делала? Я все слайды выбросила куда-то в помойку. Не советую это делать, а послушать мой маленький совет. Есть такой совет закреплять как слайды, чтобы они носились от коррекции до коррекции. Так вот, выбираем наклейки, вырезаем их и подготавливаем к нашей работе. Я заблаговременно вырезала слайды, положила на ватный диск с моченной водой и подготовила ногтевую пластину. А именно, нанесла топ для слайд дизайнов от Neonel. Здесь вы выбираете сами, что вы хотите. Также можно нанести базу и просушить ее 10-15 секунд. И только потом мы приступаем к слайд дизайну нанесения. Здесь, в принципе, очень плотные слайды. И можно их было перенести штампом, как я уже раньше показывала. Но мне было интересно показать, как перенести такие плотные именно слайд дизайны, именно пинцетом. Ну, а потом все без хитростей. Далее мы допросушиваем в лампе, подпиливаем, если у вас есть слайд на торце. И потом полусухой кисточкой мы проходимся по слайд дизайну, по торцам, по боковым сторонам, именно праймером. Но без кислотным праймером, потому что кислотным он может сразу разъесть его полностью. Ну, а далее мы берем либо ту же базу, либо я вот беру топ для слайд дизайнов и запечатываем наш дизайн. Все, просушиваем. А далее я беру уже топ без липкого слоя от Neonel и перекрываю наш ноготок. Все. После этого способа я убедилась, что все замечательно держится. И теперь у меня огромная коллекция всевозможных слайд дизайнов. И если вам интересно, могу их, кстати, показать. И теперь у меня все держится от коррекции до коррекции. Вот такой у нас результат получился. Как вам? Поделитесь впечатлением. Если вы хотите больше видеть о маникюре или новых материалах, то не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. А я вам желаю всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok